у всего есть свой срок службы за моей спиной дом поздней советской постройки конца восьмидесятых начала девяностых с крыши есть проблемы она протекает сложные участки где залежи снега плюс люди хотят увеличить жилую площадь за счет мансарды увеличить пространство мансарды изменить конфигурацию кровли все это утеплить главный конек который возвышается на все крыши выдвинуть сюда вперед и здесь появится фронтон глобальное изменение нужно наращивать и дымоходные трубы и фронтон еще с другой стороны появится но очень задача не из легких старый шифер ему уже больше 25 лет тоже требует замены подшивку свесов вагоночка прогнила ее тоже нужно заменить на софит и плюс люди жалуются что задувает ветер им вот как раз в этой зоне сопряжения где стена с кровлей холодно им на первом этаже эти тоже моменты доработать мы здесь сидели рисовали в беседке я не знаю минут 15 прошло чтобы понять что хочет заказчик куча как коньков ендовых я сам запутался если честно но разобрались я почти в центре москвы на площади леча на кровле не исторического памятника но близко к этому это типичная московская крыша старая толстая железо даже не оцинковка надо постоянно красить если вы не покрасить пару лет железо сгниет очень быстро про ровность крыши и конструкции говорить не приходится здесь она уже живет своей жизнью а это хоть и памятником не является но находится под охраной московского правительства и в 99 процентов московское правительство ни под каким предлогом не дает менять облик архитектуру из здания и новый владелец который приобрел естественно значит получил разрешение только на отделку фасада соблюдением всех очертаний исторического облика и ремонт крыши повторюсь ремонт крыши именно замену кровельного железа форму крыши оставить в таком состоянии здесь холодный чердак и естественно у каждого владельца есть желание увеличить квадратные метры нормальное желание грех это не использовать сохранив при этом очертания старой кровли заказчика интересует как обустроить мансардное помещение отапливаемое на чердаке как спилить вот эти балки существующие которые мешают здесь функционалу естественно он хочет здесь сделать стяжку сделать ровный пол все выпирающие балки вот эти ригеля удалить за счет чего вариантов то на самом деле не очень много но мой совет заключается в следующем можно все балки выпиливать вот эти ригеля есть здесь несколько капитальных стен но так как перекрытие здесь на чердаке деревянные придется стойки пронизывать их сквозь перекрытие второго этажа и ставить на капитальный фундамент коим является первый этаж в таких проблемных точках узла где вот яндова находится вот здесь узел здесь вот капитальная стена можно поставить и в том месте капитальная стена тоже можно поставить подпорку других местах пронизывать надо перекрытие насквозь все пойдем заниматься считать смету как видите здесь случилась беда ну даже в таком состоянии я хочу сказать что вовремя заметили здесь пожар и вовремя относительно потушили здесь бассейн и баня грубо говоря загорелась печная труба неправильно сделано противопожарная защита трубы сопряжение трубы с кровлей кровля здесь мансардная соблюдены размеры противопожарный материал а вот именно фанера верхний слой листы usb не были отсечены они были подведены к самой трубе нагрелись и вспыхнули посмотрите какое бедствие на данный момент здесь провелись экспертизы поданные судебные иски заказчик судится с подрядчиком но очень такая малоприятная история мы произвели осмотр состояния кровельного пирога состояния балок были сделаны некоторые ошибки по монтажу кровли 8 сейчас мы проводим здесь полную консультацию кровля сделана одними подрядчиками а уже отдельно заказчик пригласил компанию по монтажу каминов печей там и так далее не набедокурили это прямые прямые их обязанности обезопасить создать противопожарные условия для прохода трубы при возведении банных комплексов печей и так далее вот наглядный пример обращать их специалистов 95 градусов можете в обслуживание сказать не менее это у вас несчастные случаи на стройке были не пока еще ни одного не было будет шли вот я приехал на объект оценить как сделаны подготовительные работы сейчас мы будем производить расчет стропильной системы и мне нужно перед тем как приступить к работе оценить стройплощадку пока еще каменщики находятся здесь и какие еще может быть работы подготовительные им сделать ну и в целом посмотреть попросил заказчик данный этап работ вот это правильное решение все нужно смотреть все этапы работ проверять но раз уж я здесь вам расскажу еще одну любопытную историю здесь заливали плиту перекрытий сейчас ее демонтируют перфоратором что здесь случилось заказчик пригласил проверить марку бетона и пришел в легкое негодование что она сильно отличается от заявленного за то что он платил деньги при влаге вот начал крошиться бетон это видно поэтому он два балкона демонтирует и заливает заново при заливке монолита и бетона имейте в виду что мухляжа у нас в москве особенно не знаю как по россии очень много случае на его не редкие вот это результат то это сделал бетон такой правильный подход заказчика позаботился приобрел пиломатериал сейчас мы будем ставить здесь стропильную систему комплексные работы по кровли но заказчик сказал материал уже закуплен смотрите как правильно человек сделал это где-то месяца два назад вот это правильное хранение нужно складывать не пачками а именно с перекладкой для естественной сушки чтобы это проветривалась и сверху пачку листопку пиломатериала обязательно просто от прямого дождя накрывать и я вас уверяю через два месяца это будет вот такой бомбовский лес ну возможно какие-то доски поведет естественно но в целом это будет сухой отличнейший лес здесь он покрыл уже антисептиком два раза вот но качественные обработанные естественной сушки лес правильное решение с таким всегда приятно работать знаете привезут вам с пилорамы он вроде беленький красивый но доска тяжелая и буквально через там неделю-две он чернеет от сырости там еще на дождях где-то лежал или вообще летний лес с пилорамы только поехали дальше и мы приехали на диагностику на очередную мансарду здесь третий этаж это мансардный этаж моего заказчика интересует состояние утепления вот сейчас он уже планирует утепление здесь кое-что уже сделали потом приостановил работы пригласил меня и сейчас в этом доме все работы переходит к чистовой отделки ну что начнем так это все пароизоляция не годится это все демонтаж так утепление 200 брусок для вентиляции есть значит вот эта пароизоляция не годится потому что это ветровлагозащита а она идет только на фасад на стены в качестве пароизоляции и использовать ни в коем случае нельзя это ошибка иначе тепло будет проходить насквозь попадать в утеплитель тепло встретиться с холодом образуется конденсат и привет здравствуй ремонт что такое качественная гидроизоляция вообще кровельный материал я легко могу определить марку наименование класс мембраны с обратной стороны есть надпись маркировка с определенным шагом для меня это большая информация и очень легко не надо разрывать пленку выворачивать наизнанку смотреть надпись вот видно это ютофол 115 это супер диффузионная мембрана даже дата изготовления есть пользуйтесь качественным материалом я доберусь сюда в них пор здесь сопряжение стропильные балки со стеной строители говорят что они здесь запенят туда уже невозможно засунуть утеплитель и софиты уже здесь выполнены подшиты такие вещи нужно предусматривать заранее доступа в эту область отсюда нет очень ограничено и со стороны фасада при отделке софита нужно было во фронтон засунуть обильно утеплитель и осталось бы здесь немножко до утеплить изнутри и все а сейчас даже это целая история будет вот московская кольцевая здесь такие дачи оказываются километр от кольцевой рублевское шоссе такой контраст дворцы соседствует с трущобами земля дорогая ну как еще не уговорили продать а